Добрый день, дорогие подписчики! В общем-то, сегодня мы будем играть в новую игру под названием Bunny Shade. Основная суть игры, в общем-то, это стратегический градостроительный симулятор. В инди-стиле в общем-то, нам предлагают создать город, ну, давайте назовём Нигаленд. Тип нашей территории будет равнины, то есть здесь ещё предлагаются горы. Размерка медиум, средний и меняющийся. Дизестеры, это мы включаем различные природные катастрофы, там пожары, к примеру, штормы и так далее. Ну и уровень, в медиуме, это всё-таки мужики, так сказать. Давайте начнём. Я играю в игру в эту первый раз. Посмотрел там просто по ней факт. Ну, как бы, помощь, обзорные клавиши и так далее. То бишь, хотя бы быть в курсе. В общем-то, по значкам домов уже понятно, что это наши горожане. Настройки. Вот это будет основной окно, с которым мы будем работать. Это профессии. Вот количество бомжей в нашем городе, ну, свободных, незанятых жителей. И вот она статистика нашего Нигалэнда. То есть, всего 20 человек сейчас, 10 взрослых, 10 детей, 0 студентов. То есть, это подростки, если считается. Это количество наших ресурсов. В общем-то, сейчас у нас зима. Можно осмотреться на нашей карте. это неплохое прям местечко. То есть, мы находимся на сливе, либо же разливе одной реки. Вокруг не очень-то и много гор. Вот. То есть, это край карты уже. Довольно хорошая мапа. Мне очень она нравится. Давайте начнем. Итак, давайте сделаем загон. вот такой. Замечательно. Два их строителей. Одного фермера, одного человека, который заниматься будет с животными в загоне. Два добычика камня. Черт, их смех начинается, видимо. И одного травосека. Вообще, это стоункаттер. Резатель камней. Что-то такое. зима у нас начинается. Давайте добавим еще одного добряка, который будет в дереве. Вот так и вот так. Все замечательно. И с этой стороны, я думаю, пускай у нас будет ферма. Ну, здесь можно есть функция ускорения времени. у меня просто ченка приболел. В общем, сейчас, как вы видите, они строят загон. Теперь мы можем делать перец. Рабочие фермеры, вот он убежал. Мы можем посмотреть настроение каждого из персонажей. Его зовут Али. Он боксер должно быть. ну ладно, это уровень настроения, хп, хеллкоинты, то есть ему 11 лет, инвентарь у него железный, то есть мы можем посмотреть всю информацию о каждом человеке в нашей дереве. Но мы пока не можем ни черта здесь сделать. Что-то здесь не то. Не пойму, кто пользовался. То есть, извиняюсь, я буду иногда тут пить. я думаю, то, что нам здесь нужна еда либо животное. Так, еще разок контролировать все. Все, я понял. В общем, нам нужна в данный момент еда. Фермеры этим как раз-таки и занимаются. Выращивание перца или просто на ура. Давайте, им нужен дом всем. Ну, я думаю, можно здесь вообще общагу такую. Ай, нет, это будет не очень. Давайте сделаем просто домики. Здесь пару домов. Они здесь. Вот здесь. Так, нам не хватает камня. Где люди, занимающиеся добычей камня? стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Им не хватает железа даже. Вот она, что такое. Лон звук это у нас дрова. В общем-то, это кризис стандартный, который происходит в течение постройки домов. То есть, им сейчас постоянно будет чего-то не хватать. Сейчас у нас освободится фермер, и они соберут урожай. Я так думаю, 98% уже. Давайте, я думаю, доведем до 100. Ну, или да, тоже поможем. Да, вот все 100% они собирают урожай автоматически, и сейчас же будут здесь работать. Все складывается в анбаре, из которого будут браться абсолютно все инструменты, все-все-все-все-все, что нужно нашим персонажам. Хердзмен, это как потух, я понимаю, будет у нас такой человечек. Дорогие, нам пока что не нужны. Нам нужна будет больничка, обязательно. У меня были с этим проблемы некие. Так. Просто я виду, как они играют, и у нас постоянно счастливы умирали. У них было отличное настроение у всех, но они умирали просто тамбурнами. Так, у нас что-то случилось, у нас опять не хватает дроп, у нас появился один свободный человек, и пускай он будет у нас думать лесником, что и кем не станет. фермер. Даже два свободных человека, то есть это раз дети, ну пускай они будут строителями, я думаю. Да, отлично выбрал жизненное направление этих людей. Век, давайте выращивать тыквы теперь. Ну я все-таки надеюсь, что люди фермеры наши придут сейчас. Куда они поперлись, я не понимаю. У нас еды малава, да? Все, они куда-то идут. Они просто бродят по лесу, видимо. Ладно, 10 это многовато, давайте еще построим-ка. Еда, еда, охотничьи убодья. Пускай они, наверное, здесь. Замечательное место просто. сейчас начинать все делать, строить. О, пришла осень, то есть скоро будет зима. В данный момент нам будет выгодно сделать ферму не успеет все-таки вырасти. Добытчика камня убрать переслать добытчика дерева дровосека сюда черта не делать штукой пользоваться, я потом посмотрю и думаю строителей нам хватает в принципе. Кто такие? Это люди делающие алкоголь, но нам в деревне такой не нужен. Все-таки как-то народу веселиться будет. Так мы охотник. пускаем охотник. Строят, строят охотничьи угодники машины. Все, наступает зима. Это если честно ужасное время года в этой игре. Сейчас будут сверх быстро заканчиваться запасы продовольствия и наступит общий копецкий. Люди просто должны начать никакой мы не умирали. Сейчас мы вот общий уровень насилия. Хаупоинтов у нас становится меньше, меньше становится еды, медикаментов. домикаментов. Думаю, нам бы нужен один человечек. Эдакий. Вот такой. Это какой-то непонятный объект. Окей. госпиталь. Они еще не построили, да? Вот он, наш госпиталь, то есть ресурсы копятся сейчас сюда. Вот это местечко. Вот так его сделать. Можно ускорить немножко скорость. на него не нужно особо таких инструментов, на строители. Фермеры нам сейчас не к чему. Хотя одного человечка нужно все-таки. Я не знаю, просто может он таскает вещи из-за бара на нашу ферму. Итак, постройка госпиталя все-таки продвигается по чуть-чуть. У нас всего лишь один домик и местные жители находятся без домов. И это не есть хорошо. Сейчас маленькая низкая температура и очень быстро заканчивается. Ой-ой-ой, как она быстро заканчивается. Я боюсь, что мы не успеем к концу зимы добыть еды. А, да, еды становятся более маловато. Я надеюсь, не появится у нас голод в деревне. Главное переждать зиму. Сейчас солнечная погода, все вроде бы благоприятно. Итак, охотничьи угодья. Лес готов, нам нужны лог, лог, лог. Довишки. Четверо охотников, где вы там ходите, не поймут. все таки они таскают в бар что-то постоянно и картошка у нас заканчивается супер скоростью. Все, наступило лето, ура. Мы переждали зимний сезон и пора заполнять нашу ферму. Вот подумал то, что нужно чутка музычку сделать потише, извиняюсь за то, что не сделал этого сразу. Вот так вот будет хорошо. Вот. Что ж, фермы начинают возрождаться, сейчас у нас пойдет прирост еды, я так надеюсь, так, они сажают тыковки. Тыковки, это хорошо, у нас 42 картофеля, единиц картофеля осталось. Итак, нам нужен еще один фермер, давайте уберем строителя, пожалуй, сделаем фермера, чтобы побыстрее у нас шло от нашей дельцы. Одного дровосека уберем, тоже сделаем фермера. Да, нужна сверхсрочная. Пора собрать урожай, иначе у нас начнется дикая придикая жесть в нашем краю дорогом собирается еда, сейчас люди будут хавать с ней, наверное, также скоростью, но потом мы начнем запасы готовить. Итак, охотничьи угодья у нас я неправильно где будем хотя нет, все правильно не собирают сейчас. фаер вуд, вот они фаер вуды, пожалуйста, берите отсюда вон их. Ладно, нужны логи, вот логи, сейчас я посмотрю наверное как добывать логи и продолжу запись. ну что ж сейчас мы попробуем это сделать все, я вернулся так логи как бы нам это сделать у нас смеются 3 человека занятых 2 билдера должны здесь присутствовать здесь у нас должны быть 2 билдера почему-то они не работают вот 2 фермера здесь работают здесь работает также ноль билдеров нам нужно как-то их поднапрячь мол давайте все сюда ребят сейчас мы попробуем может что-то будет получится вот он стоит и ни черта не делает давай-ка ты дружище будешь строить вот что делает она она должна быть занята здесь она строит каменный дом хорошо ну что ж посмотрим как они будут строить сейчас они видимо копят просто ресурсы для этого что ж ну вот они фаер люди ходят голодные у нее это очень плохо это у нас плохо через чур просто где же все фермины надо сделать вот так чтобы были здесь заняты все но я понял то есть мы должны показывать сместительность этого объекта после этого сюда будут подходить люди которые заняты этим всем делом раз два вот он третий где-то шляется он потерялся в горах просто его зовут Антиаго он счастлив ему 14 лет понятно на ферму пахать что-то наши господа работают но у них ничего не получается вот 4 из 4 фермеров и все-таки у нас хавка почему-то не идет давайте попробуем собрать трое человек умер и это были все наши фермеры еще умирают люди умерла куча людей 6 человек это были дровосики фермеры 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 я видимо куда-то не туда нажал ну окей у нас должна находиться еда вомбарчике чуть-чуть у меня сразу схава у нас все ума урожай давайте посадим копейки у нас сдохнут люди я не понимаю почему ладонько ладонько получим максимальное взрывание как она моментально собирает все равно все умирают умирают в принципе я пойму почему не хватает егей причем с невероятным количеством поэтому берем комбилдера пускай здесь работают два человека даже я думаю весь народ пускай будет фермерами на время хотя бы иначе они просто все умеют давайте ребятишки я посверю нет все таки они все умирают опять у меня так останется уже пять человек осталось в деревне нашей и они все умирают из-за голода ужасно давайте работайте дорогие друзья в общем где они все они просто отказались работать я не понимаю что мне дальше делать в общем то давайте сделаем это в следующем летсплее всем пока подписывайтесь на канал и огромная просьба ребята ставьте комментарии если вы хотите чтобы я дальше снимал нашу игру я забыл как она называется в общем пока напишите комментик снимать или нет